Анжелика Стратонова Анжелика будет кататься в удовольствии. Это хорошо, красиво и удовольствия много приносит. Семь регионов Сибири, Приморского и Хабаровского краев. Задача спортсменов показать себя с лучшей стороны. Арбитров усмотреть самых талантливых и способных, чтобы именно они потом оказали достойную конкуренцию на финале первенства России. А потому, набравшись терпения и завернувшись в одеяло, чтобы ничего не отвлекало от выступления юных фигуристов, судьи вовлечены в процесс. Спортсмены же знают, чем их покорить. Нужно выступить, ну, чтобы прыжки, ну, всю программу чисто откатать, им понравится. На ней прыжки, вращение оценивают, и хореографию, и дорожку оценивают. Сложно? Нет, легко. Юные Плющенко и Лепницкий, Траньковый и Волосожар. Фигуристы стараются изо всех сил. Сегодня короткая программа, две с половиной минуты. За это время нужно успеть показать все запланированные элементы – прыжки, вращение, дорожки шагов. Короткая – это не настолько много усилий, это все же, как по прыжкам идет три, это не настолько уходит, и дышать более нормально. А на произвольной уже более много прыжков. И надо отдать все эмоции на произвольной программе. Это как бы решающая программа, на которой ты займешь свое место. Омские фигуристы по традиции занимают на зональном первенстве лидерские позиции. Есть таланты, способные конкурировать со столичными ребятами. Эти соревнования традиционные, проводятся они уже достаточно долгий период в Омске. И костяк, вот зональный на финале, составляют омские спортсмены всегда. Они как бы законодатели моды, что ли, в спорте в регионе. И ведут за собой других спортсменов. Финал национального первенства по фигурному катанию пройдет 20 марта в Старом Осколе. И там юным спортсменам вновь придется доказывать, что они достойны выступать на ледовых аренах всероссийских и международных турниров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин